Девушки отдыхают В котором вы так хотели встретиться Со звездой или известным спортсменом Или выигрыш в лотерею Не то, чтобы вам стоило играть в лотерею Забить мяч с одного удара в гольфе Или поймать трофейную рыбу на рыбалке Это также может быть рождение первого ребенка Или, как у меня, внука Или обручение перед свадьбой Что вы хотите сделать в первую очередь? Рассказать кому-то И вы хотите рассказать это человеку Который оценит то, что вы пережили И будет радоваться с вами Например, вы больше всего хотите встретиться С королевой Елизаветой Представьте, что вы полетели в отпуск в Лондон Приехали в Букингемский дворец И когда прогуливались по дворцу Кто-то подошел к вам и сказал Вы стомиллионный посетитель И вы выиграли приглашение на чай с королевой Вы будете в шоке И вы идете во дворец, чтобы попить чай с королевой Вы не можете поверить в это И хотите рассказать кому-то Вы не будете звонить тому, кто не знает королевы Вы не позвоните другу, который скажет Как там ее зовут? Королева Анна? Нет, нет, нет Возможно, королева Фелиция? Нет Вы позвоните тому, кто будет так же рад встрече с королевой Как и вы И именно это мы и видим В сегодняшнем фрагменте Мария обращается к человеку, который поверит и поймет Что случилось с ней Давайте посмотрим на сегодняшний фрагмент Луки 1, 35 Не забывайте, что ангел только что сказал Марии Дух Святый найдет на тебя И сила Всевышнего осенит тебя Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим Как отреагировать на это? Я не знаю, как выглядел шок в первом столетии Что вы делаете, когда вы в шоке? Если меня вергает в шок Что бывает крайне редко, я замолкаю У меня нет слов Не забывайте, что Марии было между 12 и 14 годами Как переживает шок молодая девочка-подросток Я не могу кричать так громко и высоко Мария была напугана, взволнована, потрясена Она пыталась переварить новость Она слышит, как ангел говорит Вот, и Лисаветом, родственница твоя Называемая неплодную, и она Зачала сына в старости своей И ей уже шестой месяц Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово Мария думает Моя кузина, тетя Лиза, которая не могла родить столько лет Она беременна Уверен, здесь был еще один возглас Часто мы читаем эти стихи с эмоциональностью бревна Монотонно, без эмоций Словно это будничное событие Если вы не заметили, это не так Бесплодные женщины не беременеют ежедневно А Дух Святой не дает ежедневно беременность молодым девушкам Поставьте себя на место Марии Я сомневаюсь, что в Библии записан весь диалог Марии и Ангела Уверен, у Марии было множество вопросов к Ангелу Ее голова кружилась, ее эмоции бушевали А разум сомневался в том, правда ли это Тем не менее, этот фрагмент заканчивается зрелыми словами доверия Богу Которые изменили историю Все раба Господни, да будет мне по слову Твоему По благодати Божьей Мария осознала реальность, что лучшее Что она смогла сделать Это довериться тому, кто пришел к ней Но даже несмотря на зрелый ответ Я думаю, что после того, как Ангел ушел и Мария осталась одна У нее кружилась голова Что ей сказать Иосифу Когда она скажет это Иосифу Стоит ли ей ждать, пока она не сможет скрывать беременность? Это будет трудный разговор Привет, я беременна? Это сделал Бог? Не думаю Марии нужна была помощь Ей нужен был кто-то, с кем она могла бы поговорить Кто не посчитал бы ее безумной? Это должен быть человек, который пережил чудо Ей нужно было поговорить с кем-то Кто мог понять ее Мария помнила, что сказал Ангел Вот и Елизавета, родственница твоя Называемая неплодную И она зачала сына в старости своей И ей уже шестой месяц Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово Лука говорит нам дальше Встав же Мария в Однисии С поспешностью пошла в Нагорную страну В город Иудин Лука говорит так правильно и прямо Скорее всего, Мария побежала туда Наверное, нет Учитывая, что ей нужно было пройти От 130 до 160 километров Скорее всего, ей понадобилось несколько дней Чтобы добраться до тети Но я уверен, что она не шла в развалочку Она спешила Вот что важно помнить Когда вы полагаетесь на Бога Расскажите об этом кому-то Когда вы полагаетесь на Бога Расскажите об этом Когда Бог приходит в вашу жизнь Удивительным образом Мы должны рассказать об этом другим Почему? Мы должны рассказать людям Которые поймут и оценят то, что сделал Бог Чтобы они могли порадоваться этому с нами Мы также должны рассказать людям Потому что после того, как радость от встречи с Богом уменьшится У людей часто возникают вопросы Что случилось? Мы, как Мария, должны попросить людей Сказать нам, что мы не сошли с ума Нам нужно, чтобы люди подтвердили нам Что мы доверились не напрасно Что Бог верен своему слову Вот почему так важно рассказать другим Когда вы приняли Иисуса Когда я принял Иисуса Другие поддерживали меня Я нуждался в этом Мария нуждалась в этом Мария пошла в дом Елизаветы Потому что знала Что может поговорить с ней О странных и чудесных вещах Случившихся с ней Мы продолжим читать 40 стиха Лука снова спокойно рассказывает нам Что Мария вошла в дом Захарии И приветствовала Елизавету Это звучит так достойно 40 стих похож на то Как мои мальчики Возвращаются из школы Я спрашиваю их Как дела в школе? Нормально Вот и весь разговор Если вы бывали рядом с беременными женщинами То вы можете представить себе ту радость Которую Мария и Елизавета Пережили от встречи Задумайтесь над их положением Две женщины Которые не просто беременны А забеременели Сверхъестественным образом Они пережили то, что считалось невозможным Уверен, они не просто сказали друг другу Привет, привет Они были связаны с сердцем, духом и переживаниями Они обнимались Кричали, смеялись, плакали Смотрели друг на друга Они были разного возраста Но шли по похожему пути в жизни Следующие несколько стихов Рассказывают о том, как чудесно Бог работал В жизни этих двух женщин Чтобы подтвердить свои планы И подготовить их к будущему Луки 1.40 и 41 Открывает нам Божью благодать и доброту Чтобы помочь женщинам И нам осознать полноту реальности И важности рождения Христа Второе, что нужно помнить Бог подтверждает свои обещания тем, кто доверяет Ему Бог подтверждает свои обещания тем, кто доверяет Ему Уверен, Мария думала над тем Было ли все, что сказал ей ангел, правдой Я не удивлюсь Если после визита ангела Она сомневалась в том Была ли эта встреча на самом деле Или это был лишь сон Неужели она беременна Мессией? Она пока что не ощущала никаких перемен Неужели тетя Елизавета Забеременела после стольких лет? Происходило ли все это на самом деле? Я представляю все вопросы Которые крутились у нее в голове Мы часто переживаем подобное Когда встречаем Иисуса После подобных встреч, меняющих наши жизни У нас часто возникают вопросы Встретились ли мы с Иисусом на самом деле? И реальны ли Его обещания для нас? Мы гадаем Проведет ли Божья благодать меня через последствия Обретения веры в Иисуса? Дарует ли мне Бог, Духа Святого? Могу ли я отложить в сторону то, от чего мне нужно избавиться? Смогу ли я справиться с людьми, которые не будут рады моему решению? Могу ли я доверять Богу в том, что Он будет со мной? Этот список можно долго продолжать Бог дал Марии и Елизавете дар подтверждения Что это был за дар? Послушайте 41 стих, там сказано Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее Малыш Иоанн отреагировал на приход Марии еще до Елизаветы Я не знаю, как ощущаете прыгающий в утробе младенец Но я видел, как мои мальчики толкали мою жену в утробе, развиваясь Она замечала, как они делали это Иногда это приносило боль Почему малыш Иоанн начал толкаться? Похоже, его служение началось за три месяца до рождения То же самое произошло 30 лет спустя, когда он заявил о приходе Мессии Иисуса Толчок Иоанна сказал его матери о том, что происходит нечто особенное Не забывайте, что Захария, муж Елизаветы, услышала от ангела, что Иоанн исполнится Духом Святым от утробы И Иоанн приготовит народ к пришествию Господа Но это не все Мария должна была зачать, чтобы ребенок отреагировал так Она беременна всего несколько дней Иисус был всего лишь зиготой И когда зигота Иисуса вошла в комнату Толчок радости Иоанна подтвердил беременность Марии О которой заявила Елизавета, когда рассказала Марии в 43 стихе «Мать Господа моего» Если Мария сомневалась в истинности слов ангела, то эти сомнения развеялись в тот момент, когда она вошла в дом Елизаветы Бог любит подтверждать свою работу в нас и часто дает нам дары, говорящие о Его любви и заботе Это прелесть работы Божьей Третье Что стоит запомнить? Бог благословляет людей, которые доверяют Ему Бог благословляет людей, которые доверяют Ему Благодаря Духу Святому, Елизавета и Иоанн первыми узнали, что ребенок Марии, Мессия, и Елизавета наполнилась Духом Святым Об этом говорят ее слова в 42 стихе «Благословенно ты между женами, и благословен плод чрева твоего» Мария была благословенна, потому что ждала ребенка Это благословение, которое надеется получить каждая иудейка Во-вторых, Мария была благословенна, потому что Бог избрал ее, чтобы выносить его сына Иисус, плод утробы Марии, также будет благословен Бог регулярно подтверждает свои пророческие благословения через Гавриила и Елизавету Если вы последователь Иисуса, то как Он подтвердил свое присутствие в вашей жизни? Часто мы упускаем то, к чему Бог приглашает нас в своей жизни Часто мы ведем себя как Захария Это не могло случиться Друзья, не упустите то, к чему вас приглашает Бог Я особенно заметил это во времена ковида Есть много вещей, которые могут отвлечь нас Ограничения, теории заговора, выбор стороны, страх за безопасность, зло на тех, кто не думает так, как думаем мы Мы переживаем за чрезмерные действия правительства Не потеряйтесь в ковиде, потому что это второстепенная вещь Это большая, но второстепенная вещь Бог на престоле, Он рядом Его Дух действует в мире Это время напоминает нам о том, что мир еще больше нуждается в Иисусе Не упустите то, что Дух Святой делает И к чему Он приглашает вас Спрашивали ли вы, Бога, к чему Он приглашает вас Возможно, Бог приглашает вас помочь кому-то добрым словом, звонком Приглашает на кофе или ужин Побуждает ли Бог вас евангелизировать, молиться за тех, кому трудно? Просит ли вас Бог выйти из изоляции, чтобы общаться с другими? Возможно, Он побуждает вас лично посетить служение или послужить в общине Ищите ли вы Его водительство ежедневно? Возможно, вам стоит помолиться так «Боже, я доверяю Тебе, пожалуйста, покажи мне, как представлять Тебя сегодня» Что если бы Елизавета подумала, что ребенок в ее утробе толкнулся, потому что она съела что-то не то? Она могла подумать «Я съела слишком много острого вчера» Что если бы по приходу Марии Елизавета сказала бы «Милая, ты заблуждаешься, тебе нужно отдохнуть» И тогда мы сможем обдумать свою жизнь Что если бы Елизавета отвергла то, о чем говорила Мария? По благодати Божьей Захария не оказался в их числе Хоть и был настроен скептически Мария была послушной девушкой, которая приняла Божий план Я заметил, что часто именно молодые, сердце которых не ожесточилось из-за разочарований Чаще больше открыты для Бога, чем мы, опытные, а иногда более скептичные Открыты ли вы для водительства Духа Святого? Недавно я услышал, как один человек сказал, что мы отдаем предпочтению несчастью, а не дискомфорту Вы поняли? Мы отдаем предпочтение несчастью, а не дискомфорту Не дайте страху дискомфорта оттолкнуть вас от Бога Готовы ли вы оставить свою зону комфорта, когда Дух ведет вас? Задумайтесь над этим Присоединяйтесь к Елизавете, чтобы радоваться Божьим делам в мире Елизавета воскликнула «Мария, ты благословенна, и твой сын тоже» Что значит быть благословенным? Благословенный — это тот, кто обрел благосклонность Как выглядит благосклонность Божья в вашей жизни? В случае Марии, Бог открыл ей себя и включил ее в свой план царства, а также дал ей своего духа Обратите внимание, что Божье благословение не привело к легкой жизни Процветанию, по людским меркам, жизни без конфликтов Мы знаем, что этого не было Означает ли это, что благосклонность Божья не включает в себя материальные благословения и благосклонность людей? Нет Мы также видим эти благословения в Писании Суть не в благословении, а в том, чтобы доверить Богу свою жизнь, принять Его благословения, какими бы они ни были Бог благословляет тех, кто доверяет Ему Четвертое Бог благословляет смиренных своим присутствием Бог благословляет смиренных своим присутствием Этот короткий текст также показывает нам, кого благословляет Бог Захария и Елизавета жили с болью и верой. Будучи богобоязненным священником, Захария попросила Бога за свою жену и свой народ. Мы не видим слов его молитвы, но я представляю, как он говорит. «Боже, прошу, исцели мою жену и дай ей ребенка». Все еврейки хотели детей. Ее сердце жаждет ребенка. И мое тоже. «Боже, ты обещал спасителя своему народу». Мы живем под римлянами. Нам нужна свобода. «Боже, смилуйся над моим народом, прости наш грех и услышь нас». О чем вы просите Бога? О чем-то личном или общем, глобальном, в мире, который как будто распадается на части. Многие спрашивают, «Почему?» «Боже, почему это происходит?» «Почему это все влияет на наш мир?» «Почему ты ничего не делаешь с этим?» Главный вопрос верующим в Северной Америке звучит так. «Если есть Бог, то почему в мире так много страданий?» Я считаю, что это справедливый вопрос, особенно о тех, кто не знает Бога, кто не понимает, каков Он. Бог не ожидает, что люди, не знающие Его, будут поступать так же, как Его последователи. На вопрос страданий есть короткий и длинный ответ. Сегодня у меня хватит времени лишь на короткий ответ. Большинство страданий в мире возникают из-за выбора людей сейчас или в прошлом. Чтобы убрать зло и страдания, Богу нужно лишить нас свободы воли. И если Бог уберет у нас право выбора, Он лишит нас возможности любить. Без свободы выбора мы не можем быть по образу Божьему. Мы не можем пережить любовь, сострадание, радость, тревогу, заботу, утешение. Вот в чем красота выбора. Мы можем выбрать Бога. Можем принять участие в великой истории, которую Он раскрывает вокруг. И как у нас есть выбор, так Он был и Марии. Когда ангел открыл ей Божий план, она сказала, «Все раба Господни, да будет мне по слову Твоему». Мария сказала, «Я доверяю Тебе, Господи». Вам может быть трудно сказать это сегодня. «Я доверяю Тебе, Господи, несмотря на страх. Я доверяю Тебе, несмотря на тревоги. Я доверяю Тебе, несмотря на боль, несмотря на сомнения. Я доверяю Тебе, Господи. Зачем доверять Богу сегодня? Потому что вы понимаете, что Он больше всего. С чем вы сталкиваетесь? Он больше любого вопроса, любой уверенности человека. Вы должны понять, что единственный ответ на Божью благодать – это признать свою нужду в Нем и ответить в смирении. Вот почему Елизавета сказала, «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Елизавета была в шоке от Божьей доброты. Она понимала величественность момента. Она восхищалась Марии. Как Елизавета получила возможность оказаться с Матерью Господа? Еще до рождения она называла Иисуса Господом, Мессией, Богом. Это признание пришло от скромных священников Иудеи, не от царственных особ в столице. Статусные люди не заметили Иисуса. Толпа всегда упускала Иисуса. Смирение отрывает нас для Божьего присутствия и Его работы в нашей жизни. Оно побуждает нас и позволяет понять нужду в Боге, благодать Иисуса, присутствии, прощении, заботе и водительстве. Смирение — это место новых начал и побуждений. Это место смелости и мира, который выше наших обстоятельств. Именно так мы можем увидеть возможности, а не ограничения во времена ковида. Смирение — это когда мы полагаемся на Бога. Оно пробуждает нас. Как выглядит сегодня смирение для вас и меня? Может ли оно проявиться в просьбе к Иисусу простить вас за желание контролировать все вокруг? Или смирение — это выражение нужды в других людях? Или это когда вы просите Иисуса простить вас за то, что отвергали Его водительство в жизни? Или это когда вы просите прощения у других за конфликты? Смирение — говорит, «Иисус, я хочу поступить по Твоему. Я доверяю Тебе, свою жизнь, свое здоровье, свои отношения. Я доверяю Тебе все». Вот что такое смирение. Бог благословляет тех, кто верит, что Бог сделает то, что обещал. Бог сделает то, что обещал. Елизавета заканчивает возглас радости благословлением и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Это Луки 1, 45. Чтобы понять ее слова, мы должны вспомнить, что Захария, который был глух и нем, из-за того, что не поверил ангелу, стоял рядом с Елизаветой в восхищении. Елизавета говорила, как тот, кто получит благословение, потому что она жила с исполнением обещания, которое получила Захария. Теперь она призывает Марию верить в исполнение слов Гавриила, который сказал, что Мария родит Сына Божьего. Мария ощутила Божье присутствие и его цель, когда Елизавета провозгласила его истину над ней. Вот в чем прелесть этой истории. Мария, я благословенна, потому что ты пришла ко мне. Ты благословенна, потому что беременна. Ты благословенна, потому что ты носишь Мессию. Мария, мы с тобой благословенны, потому что верим, что Бог исполнит обещания через нас. Это чудесные слова. Друзья, пробудились ли вы для Божьего присутствия в своей жизни? Пробудились ли вы для Божьих обещаний? Я хочу спросить вас, положились ли вы на Божьи обещания? Если вы полагаетесь на себя, ходите ли вы в Божьих благословениях, которые Он дает тем, кто доверяет Ему? Вот к чему Он приглашает вас сегодня, независимо от того, слышите ли вы это впервые или нет. Давайте закончим молитвой. Отче, я благодарю Тебя за удивительную доброту, благословение, которое мы видим в жизни Марии и Елизаветы. Ты излил свои благословения на них и через них, вмешавшись в их жизни. Ты сделал так, чтобы Елизавета забеременела Иоанном, а Мария – Иисусом. Ты благословил их, работая в них и через них. И точно так же Ты благословляешь нас. Они положились на Тебя, даже несмотря на то, что им предстояло пройти через трудности. Они видели, как их сыновей убили в молодом возрасте. Они видели конфликты, связанные с их детьми и сами проходили через них. Благословение – это когда у нас все идет хорошо. Благословение – это Твое присутствие с нами. Ты даешь нам новую жизнь, двигаясь с нами во славу Твою и для продвижения Твоего Царства в этом мире, пока Ты не вернешься. Отче, я молюсь за тех, кому трудно. Пусть они скажут, «Иисус, я доверяю Тебе, вот моя жизнь. Я знаю, что Ты наполнишь их Духом Своим и дашь им новую жизнь, если они сказали это впервые. Если же они знают Тебя, Ты придешь и даруешь им мир и исцеление». Отче, я благодарю Тебя за Твои обещания, благословения за то, что пробудил в нас это время. Я молюсь во имя Твое. Аминь.